Нам можно ожидать каких-то подобных поворотов в экономике? Ну, вы знаете, хотелось бы верить, я не могу на 100% это утверждать, но сегодня видно неооруженным глазом, что у нас возникает некая асимметрия, диспропорция, потому что Россия, она заявляет о себе как о великой державе на мировой политической арене. Безусловно, эти заявления должны чем-то подкрепляться. Прежде всего, принято считать, что такие заявления подкрепляются военной силой. Военная сила – это сила, которая обеспечивается сильной экономикой. Поэтому, если не последует каких-то радикальных изменений в сфере экономики, тогда вот все эти амбиции, они лопнут как мыльный пузырь, и они окажутся трагичными для России и русского народа. Поэтому хотелось бы верить, что вслед за этим последуют какие-то изменения в сфере экономики. Хотя я, честно говоря, думал, что вот именно в последней очереди могут произойти изменения в сфере образования, потому что, с моей точки зрения, это тот бастион, который враг будет оборонять до последнего. И вот я тут немножко ошибся. Я считал, что Министерство образования в России более разрушительно было до последнего момента, чем, скажем, Министерство финансов или даже чем Центральный банк. Но вот неожиданно произошли такие изменения. Можно, конечно, пытаться рационально объяснять это, но мне кажется, что это в каком-то смысле проявление божественного промысла. И, наверное, по молитвам наших православных людей все-таки действительно произошел такой необычный праздник. Хотя радоваться еще рано, но, тем не менее, все равно это вселяет надежность. С точки зрения православного экономиста, вот эти планы, которые недавно представлены Лупинский клуб, может быть, противовес плану Кудрина, и вот все эти проекты, цифры, они имеют какое-то вообще отношение к реальности и к будущему России? Нет, я много раз комментировал подобного рода проекты. Я их называю прожектами. Я считаю, что это просто какой-то элемент спектакля для того, чтобы как-то занять народ некими зрелищными событиями, чтобы народ отвлекался от каких-то серьезных проблем, а главное, чтобы народу подбрасывать все время альтернативы между плохим и совсем плохим. Хорошие альтернативы вообще не озвучиваются, к сожалению. Так что это элемент спектакля. Это элемент спектакля, и я надеюсь, что, может быть, какие-то серьезные действительно появятся предложения уже после того, как начнутся какие-то реформы в системе образования. Потому что все-таки значительная часть тех проектов и проектов, которые сегодня рождаются, они создаются, они придумываются теми людьми, которые уже получали не вполне адекватное образование. На последних заседаниях вы говорите, последовательно продвигаете такую идею, что России необходима полная, в том числе, экономическая авторкия. То есть может спасти Россию, как один из вариантов, естественно, какой-то отказ от общей валютной системы, западной в том числе. В этом смысле авторкия, как она повлияет на состояние народа, которому и сейчас-то часто приходится смотреть на сценники в магазинах и все брать по минимуму. И когда мы говорим о денежной эмиссии, опять же, что это будет за эмиссия? Нам все время говорят о том, что необходимо увеличивать денежную массу. Но если у нас будет авторкия, то мы что, будем полностью независимы от всех и сможем построить какой-то экономический рай, как вы считаете? Ну, хочу сказать, что ни экономического, никакого другого рая на Земле построить по определению нельзя. Это как бы важнейший догмат христианской религии, христианской веры. Попытки, значит, доказать обратно – это ересь хелиазма. Ну, те, кто знают азы богословия, понимают, что это за ересь. Вот, так что, конечно, речь идет о том, чтобы не допустить на Земле ада, как говорили святые отцы. Вот, ну, для этого, безусловно, необходимо, чтобы фундаментом экономики было действительно наше христианское мировоззрение. Опять-таки, я тут всегда ссылаюсь на главный учебник. Как главный учебник – это Священное Писание. Меня спрашивают, ну, вот вы экономист, что вы там находите в Священном Писании? Там уже про экономику ничего, я говорю. Вы как-то интересно воспринимаете этот источник знания, источник истины. Там же есть, например, притчи о домостроителе. Был домостроитель безрассудный, был домостроитель, значит, разумный. Это же вот притчи о том домостроителе, который строил дом на песке. То есть вот на неких таких языческих теориях, на языческих представлениях, на языческой философии. Это вот экономика, которую нам сегодня преподают в системе высшего образования. Ну, а есть экономика, которая строится на камне веры. Опять-таки. Видите, по-гречески экономика – это домостроительство. Если мы будем читать священное,